Истворение святителя Анна Златоуста Каким образом можно возлюбить явление Христова? Если будешь радоваться пришествию Ему. А кто радуется пришествию Его, тот делает достойно этой радости. Он отдаст, если нужно, имение Своей Души, чтобы получить будущее благо, чтобы сподобиться узреть второе пришествие Ему в приличном виде, с дерзновением, во славе и свете. Вот что значит возлюбить явление Ему. Кто любит явление Ему, тот будет делать все, чтобы прежде всемирного было к Нему частное пришествие Христова. Как скажешь, это возможно? Послушай самого Христа, который говорит «Любящий Меня заповеди Мои соблюдет, и придем к Нему Я и Отец, и обитель у Него сотворим». Иоанна 14, 23 Подумай, как это важно, когда имеющий явиться всем вообще, обещает явиться к каждому из нас в частности. Придем, говорит, и обитель у Него сотворим. Кто любит явление Его, тот будет делать все, чтобы призвать Его к себе и удержать у себя, чтобы в Нем воссиял свет. Пусть не будет в нас ничего недостойного пришествия Его, и Он скоро поселится в нас. Явление называется так, потому что оно является горе и воссеевает свыше. Потому будем стремиться к горнему, и мы скоро привлечем к себе горние лучи. Никто из людей, присмыкающихся долу и зарывающих себя в землю, не может видеть солнечного света. Никто из людей, оскверняющих себя житейскими делами, не может видеть солнца правды. Оно не является никому, кто предается такой жизни. Отрезвись же, хотя несколько, восстань из этой пучины, из пропасти житейской. Если хочешь увидеть солнце, если хочешь сподобиться Его пришествию, если ты сподобишься пришествию Его ныне, то будешь с великим дерзновением взирать на Него тогда. Будь же и любомудрым ныне. Пусть не будет у тебя духа гордости, чтобы Он не поразил тебя и не незрину. Пусть не будет у тебя тьмы и сердца каменного, чтобы не разбился об Него корабль твой. Пусть не будет в тебе никакого лукавства. Подводные камни производят самые страшные кораблекрушения. Не питай в себе диких зверей, разумеет, страсти, потому что они лютее диких зверей. Не полагайся на вещи, скоро приходящие, подобно текучей воде, чтобы тебе стоять твердо. Никто не может стоять на воде, а на камне все могут стоять безопасно. «Житейские дела – это вода. Вошли, говорится, воды до души моей, подобно вышедшему из берегов своих потоку. А дела духовные – это камень. Поставь, говорится, на камне ноги мои. Житейские дела – грязь и нечистота. Отрешим себя от них, и таким образом мы можем удостоить заявления Христова». Все, что не постигнет нас, будем переносить. Достаточное утешение во всем – страдать за Христа. Будем повторять это божественное изречение и прекратиться боль всякой раны. А как, скажешь, можно страдать за Христа? Положим, что кто-нибудь оклеветал тебя просто не за Христа. Если ты мужественно перенес это, если будешь благодарить, если станешь молиться за Него, то все это сделаешь ты для Христа. Если же будешь проклинать, досадовать, стараться мстить, то, хотя это тебе и не удастся, ты будешь терпеть не для Христа, но еще получишь вред и лишишься плодов по своей воле. От нас зависит, получать от бедствий пользу или вред. Это зависит не от свойства самых бедствий, а от нашего произволения. Представлю пример. Иов, испытав столько бедствий, перенес их с благодарностью и был оправдан. Не потому, что страдал, но потому, что страдая, переносил все с благодарностью. Другой, испытывая такие же страдания, или лучше, даже не такие, потому, что никто не страдает так, как Иов, а гораздо меньше. Гневается, досадует, проклинает весь мир, ропщит на Бога. Такой человек осуждается и наказывается не потому, что страдал, но потому, что роптал на Бога. Роптал он на Бога не по необходимому требованию обстоятельств. Иначе, если бы он поступал так по необходимому требованию обстоятельств, роптал бы Иов. Если же последний, испытав тягчайшее бедствие, не сделал ничего такого, то значит, все подобное случается не по необходимости, а от слабости воли. Итак, нужно нам иметь душу твердую, и тогда ничто не будет для нас трудным. Напротив, для слабой души нет ничего нетрудного. От расположения нашей воли все бывает и переносимо, и непереносимо для нас. Укрепим ее, и тогда мы легко будем переносить все. Так и дерево. Если глубоко пустит свои корни, то его не может поколебать и сильная буря. Если же оно будет распростирать их неглубоко на поверхности, то и слабый порыв ветра вырвет его с корнем. Так и с нами. Если мы пригвоздим плоть свою страхом Божиим, то ничто не поколеблет нас. Если же оставим ее на свободе, то и слабое нападение может поразить и погубить нас. Потому увещеваем вас. Переносите все с полным благодушием и подражайте пророку, который говорит, прилепилась душа моя к тебе. Вот что говорит он. Прилепилась душа моя. Не сказал просто предалась, но прилепилась. И еще Возжаждала И еще Желает душа моя к тебе. Не сказал просто пожелала, но возжаждала, выражая этим словом особенную силу желания. И еще Трепещет от страха твоего плоть моя. Он хочет, чтобы мы постоянно так прилеплялись к Богу и соединялись с Ним, чтобы никогда не отступать от Него. Если мы будем так преданы Богу, если пригвоздим к Нему сердца наши, если будем жаждать Его сильным желанием, то получим все, чего желаем. И сподобимся будущих благ во Христе Иисусе, Господе нашим, Которому со Отцом и Святым Духом Слава, Держава, Честь ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Том 11, страница 825-827.